В нашей утренней студии главный редактор радиостанции «Казак.ФМ» Виктор Бабков и Виолетта Дубровина, ведущая утреннего шоу «Алло! Село» и конкурса «Но артист» радиостанции «Казак.ФМ». Привет, Виктор. Здравствуйте. Приветствую. Мы не просто так в этой студии, всё-таки мы говорим о рекордах. Так вот, «Казак.ФМ» установили очень вкусный, очень такой кубанский рекорд. В 2012 году в Краснодаре слепили вареник, который вошёл в Книгу рекордов России. Его вес 90 килограмм 450 грамм. Это как ты весел. Да, я был чуть-чуть тяжелее, чем вареник. Практически максимально слепили тогда. Буквально на полкило. Длина 150 сантиметров, ширина 80. До приготовления ушло 150 килограмм картошки, 15 килограммов муки, 10 литров кефира, 43 яйца. Слушайте, аплодисменты этому факту. Рекорд невероятный. Тут у вас какие-то неправильные цифры рецепта. Так, а ну-ка. Ну, давайте-ка, пожалуйста, зачёркивайте. 60 килограммов картофеля, 20 килограммов муки, 10 литров кефира. Может быть, что-то ещё забыл. Это тебе девушка написала купить в магазине. Ты всё перепутал. Это какой-то персональный рецепт, на самом деле, у вас. Не, мне кажется, это, знаете, как обычно бывает, чуть больше теста, чуть меньше начинки. Я надеялся, что это по-другому. Вареник такой продукт, такое блюдо, что каждый его готовит по-своему. Вот, творчество присутствует всегда. Каким образом варили? Это была огромная кастрюля? Или это вы соорудили баньку, положили сырой вареник и там распарили его? Как это происходило? Это была специальная конструкция. Наверное, чаном её можно назвать кастрюлей с трудом, потому что никто из мастеров, которые работают с металлом, не соглашался её варить круглую, да, традиционную форму. Это был огромный чан в ванной, больше похожий на ванную. Кстати, мы не подумали, что можно в ванной варить, вареник варить сам. Которые едва ли не полдня грели воду, потому что вареники-то опускают в кипящую воду. Это был очень сложный технологический процесс. Слушайте, на таком опыте можно и другие рекорды поставить. Можно сварить, пожарить гигантский рекордный чебурек, например, хинкаль. Надо что-то полегубанское. Да можно пельмени, но их будет много. Пельмени в ванной. Пельмени в ванной. Ну, в общежитии у меня так было, собственно, когда не было кастрюли. Ну ладно, это что история-то. Ну а от рекордов, получается, кулинарных к рекордам вашим собственным. Дело в том, что недавно вы у нас были в гостях, и только начиналась, только запускалась в эфир передача «Ну, артист» программы, и только принимали заявки. Как сейчас там обстоят дела? Как-то передача звучит, это как-то неемко, как-то неглобально. Это огромный проект. Проект. Именно проект. Который мы называем «Народный конкурс». Там принимали участие только жители Кубани, или поступали заявки отовсюду? Заявки поступали отовсюду. Самый далекий населенный пункт, по-моему, был Мурманск. Мурманск. Но это были дистанционные заявки. Люди по электронной почте прислали свои произведения, видео, в аудиоформате. И этот проект, по большому счету, можно считать рекордным для радиостанций всего мира. Мы сначала думали, что это рекордный... Я перебью тебя, я не могу здесь молчать, потому что не только всего мира, я бы сказала, что вы вселенная. Потому что такого проекта нигде никогда не было, и я надеюсь, что не будет. А если будет, то мы обязательно переплюнем и сделаем еще раз. Чем же он так уникален-то, расскажите? Ну, во-первых, у нас живут уникальные люди. Этот проект это подтвердил. Вы знаете, я была поражена, потому что очень многие думают, что у нас народники, это уже люди более старшего поколения. Певцы. Певцы, да. И когда приходят 15-летние девчонки, мальчишки, и говорят, что они этим живут, они наслаждаются, знаете, такую радость подарили. Вот, потрясающе. И хочу сказать, что не только народные исполнители и песни там звучат. Это абсолютно разноплановые люди, и жанр у всех разный. И этим и великолепен проект. А уникален конкурс, ребята. Почему? Потому что на телевидении есть масса конкурсов. А если вы посмотрите и в России, и в мире, на радио нет ни одного. Мы первые, кто сделал этот конкурс. Ага, конкурс талантов. Слушайте, а еще принимаются заявки или там уже какая-то статья? Нет, уже у нас этап четвертьфинала, уже жестко наши жюри выбрасывают. Ой, знаете, как тяжело, ребят. Я думала, что самое тяжелое, это будет выбирать людей. На самом деле нет. Самое тяжелое, сказать человеку, извините, вы нам не подходите. Вот это очень тяжело. Я правильно понимаю, что в голосовании могут и зрители, и радиослушатели учреждены? Конечно, принимают участие все. Потому что у меня спрашивают, как попасть в «Ну, артист». Вот пока так, вы можете в судьбе артистов поучаствовать. Но мы очень надеемся, что это далеко не последний раз, когда вы такой конкурс устраиваете. У нас уже грандиозные планы, рекордные. Рекордные планы, как всегда. Но возвращаясь к вашему рекордную поводу, по которому мы вас пригласили. Мы будем завтракать. Да, это утро. Вообще завтракаете или не успеваете? Завтракаем. Нас предупредили, что не нужно сегодня завтракать. Хороший гор. Мы пришли голодные, ну это хорошо. Вы у нас будете в качестве вареничных сомелье. Варенье, не знаю, можно ли так выразиться. Странное слово. Ты многие слова предупреждаешь вообще, Максим. Мы попросим вас попробовать вареники и определить, с чем они. С чем они, да. Да. Четыре начинки, давайте. А там нет счастливых, но зубы в порядке остаются. Да все хорошо. Ну, можно аккуратно. Там каждый варень. Пожалуйста, приятного аппетита. А мы пока с Пашей посмотрим. А вам нельзя, да? А мы посидим посмотрим. Вас на вилки не положили, значит нам нельзя. Вас уже накормили. Да, двигайте ближе. Да, вы не стесняйтесь. Чайок, пожалуйста. Очень аппетитно. Когда же начнут запахи передавать? Ой, прям по-кубански с салом я смотрю. Да, конечно. Так, опа. Ну, Виктор, вам какой попался? Семга. Семгой? Да. Там были вареники с семгой, мы ее любимой. А мне попался с квашеной капустой. Вот, прям по-кубански. Удавалось раньше пробовать с квашеной капустой? Никогда. Нет. С капустой да, с семгой нет. Вкусно тебе было? Очень. Максим, заканчивай передачу. Хорошо. Ну, давайте тогда на этой прекрасной ноте я пожелаю всем тем людям, которые смотрят нас приятного аппетита, шикарных выходных. И давайте все вместе мы еще раз скажем, что рекордсменами могут быть каждый. Это и другие интервью вы всегда можете увидеть на нашем сайте Кубань24.TV. Кстати, с беконом мне попался. Я тоже хотела. Попался.